29 день, друзья. Доброе утро. 29, это уже цифра солидная, звучит, и я с нетерпением жду 30 дня, когда будет экватор моего похудения, ровно средина срока. А вчера, ребята, я готовил. Дело в том, что моя жена соскучилась за моими блюдами, и я вот любимой женщине угодил. Я взял несколько луковиц, нарезал на сковородочку, и покуда лучок жарился, я взял две куриные грудки, порезал их мелким кубиком, потом отложил вот этот лучок, на маслице поджарил мяско, смешал с луком, добавил туда чесночок, все это пережарил, добавил специи, добавил перчик острый, который не острый, стручки, добавил перчик черный молотый. А потом у нас есть заготовки лаваша с лета, которые мы готовили на супер мангале. Я взял три вот этих лаваша, каждый лист развернул, и вот эту массу, которая луково-мясная, я раскладываю на лаваш. Сверху ложу капусту, маринованную в сладком маринаде. Это я имею в виду тот рецепт, когда маринуется вместе с уксусом и сахаром. Но в моем случае мы маринуем с добавлением сахарина, то есть без сахара. И вот я ложу сверху вот эту маринованную капусточку, сверху ложу стручок перца и ложу еще вяленые помидоры. Заворачиваю вот такими вот рулетами. У меня как раз получилось три вот таких вот лаваша. И обжариваю на масле с четырех сторон. И вот посмотрите, какая вкуснятина получилась. Жена сразу меня одернула, говорит, ты не жарь все три, потому что я буду целый день вокруг них ходить и есть. Ты мне поджарь один, а остальные два в морозилку. Я так и сделал. И вот смотрите, наш стол. Жена будет кушать лаваш вот этот, а я буду кушать гречку с кефиром. Жена будет пить вино, а я буду пить рассол с маринованных помидор. Классно посидели, я вам скажу. Друзья, это я к тому, что нет ничего сложного в том, что я готовлю и вместе с тем голодаю. Да, был такой грех, что рука сама потянулась, потянулась на пробу, чтобы попробовать. Я ее сразу по этой руке шкодливой нефиг туда лазить и в рот тянуть все, что не попало. Ну, вот так вот, друзья. Ну, а теперь это просто присказка. Сказка впереди. И я стою на весах. Даже не так. Я вот сейчас вот, вот так вот, по нулям. Я вот сейчас вот так вот, вот. 20 грамм показывать. Проверил весы. И стою. Та-да-дам. Теложное ждание. Сколько? 90.08. 90.08. Ну, скажем так, 90 килограммов 100 грамм, чтобы не досчитываться до десятых граммов. То есть остался вес на уровне вчерашнего. И замеряем талию. Это хорошо, что сохранился вчерашний вес. Значит, тот прыжок, который сделал вес в сторону уменьшения на целый килограмм, он зафиксировался. Это был не единовременный какой-то фокус организма. Когда, ну, подумаешь, ну, больше воды ушло каким-то образом. И вот вес резко уменьшился. А потом воды побил, и вес подрос. Вот если два дня показало то, что вот все-таки этот килограмм получается, это уже он ушел. Друзья, вот я стою ровненько, и все-таки я вижу 105. Талия уже 105. Это же прекрасно. Это же прекрасно. Это значит, талия уменьшилась моя на 12 сантиметров за вот эти 29 дней. Все, ребята, пока-пока. Экватор похудения. 30-й день. Половина. Не трубят фанфары, не бьют барабаны. Просто одолевает любопытство. Что сейчас будет? Но я-то уже знаю. Я уже знаю, что сейчас покажут веса. Потому что, скажу честно, я только что бегал на унитазе, как-то последние капельки из себя выдавливал жидкости, чтобы показало на 2 грамма меньше. Ребята, стою на веса. И 90 килограммов. Вот они, 90 килограммов. А ведь это прекрасно. Ребята, я сейчас иду тютелька в тютельку по графику. То есть сейчас вот этот шарик, который обозначает сегодняшний день, должен стоять ровно посредине на границе зеленой и красной областей. То есть не половина удалась. Ребята, а это главное. А сейчас я вам, покуда буду разматывать вот мерную ленту, я сейчас обращу ваше внимание на один существенный момент, который я забыл вам сказать. Ребята, это я адресую тем, кто будет идти за мной, кто будет идти по моим стопам. Ребята, особое внимание уделите туалету во время похудения. Дело в том, что кишечник как бы заполнен слабеечем в нашей повседневной жизни. И в туалет как бы хочется через раз. Вот на это надо обратить особое внимание. И придерживается графика посещения туалета именно в том темпе, к которому вы привыкли. Привыкли вы дважды в день ходить? Пожалуйста. Хочу, не хочу. Надо идти. Потому что, чтобы вот эти массы, которые остаются после переваривания пищи, не застаивались в организме. Чтобы не отравляли организм своими токсинами. Уделите этому моменту особое внимание. Ну и, конечно же, вот я стою ровненько, вот моя тарья, вот я. Вот так, вот так, вот. Ну, вот 105 сантиметров. Ребята, 12 сантиметров за минусом талия. И ровно 10 килограмм я сбросил за месяц. Это очень хороший темп похудения. Это... Ну, обычно я много раз говорил, что нормальный темп похудения это 10 килограмм за полтора месяца. Сейчас я на ваших глазах, фиксируя ежедневно этот процесс, я сбросил за ровно за один месяц 10 килограммов. Так что, ребята, это возможно, это можно и это нужно. Идите по моим стопам, присоединяйтесь и будет все... Тарам-тарам. Пока-пока. 31 день. Здравствуйте, друзья. Ну вот уже и перевалил срок моего похудения за экватор. Сейчас я вкратце расскажу о своем самочувствии, ну а потом уже стану на весы. Что вам сказать? Вот одно время, буквально неделю назад, я был озабочен тем, что я очень мерзну. У меня прямо вот в теплой комнате било озноб, так сказать. И должен сказать, что этот эффект или эта напасть прошла. Нет. Все равно на улице я вот чувствую, что я мерзну сильнее обычного. Но нет этого всеобъемлющего озноба, вот даже под одеялом. Наверное, все-таки это было у меня какое-то недомогание, связанное, ну может быть, с простудой. Это первое, что я хотел вам рассказать. И второе о своем питании. Ребята, уже до такой степени надоела эта еда, которую я могу есть сколько угодно, но на которую уже глаза не смотрят. Я уже давным-давно на протяжении дня не съедаю даже стакана гречневой каши. Ну где-то вот на три четверти стакан гречневой каши я съедаю. Отказался я от томата. Само собой я об этом говорил. На яблоки тоже уже никакого настроения нет. Вот хочется кушать чего-то такого. Ну мясо хочется, я вам скажу. И вот смотрю я, стоит на столе, все, а мне его не хочется. Сейчас вот я для себя начинаю как бы новую фишку. Не новую. Я вот постоянно вечером выпивал около литра кефирно-фруктового коктейля. Или йогурта. Вот раз, один раз в день. А сейчас решил, что все-таки надо будет утром, вечером, а когда будет получаться, может быть и на обед. Потому что, ну что там в этот коктейль входит. Там половина, может быть, грамм 500 фруктов всевозможных, мороженых. И остальное вот кефир. Собственно говоря. Но его преимущество в том, что он очень хорошо пьется. Он до сих пор мне не опостылил. И вот я здесь делаю ударение именно на этот коктейль. Ну а так все хорошо, все нормально, ребята. Я себя чувствую нормально. Бодро, хорошо. Нет той раздражительности какой-то. Нет вот недовольства, депрессии, апатии. Нет, я просто, просто живу. Просто все нормально. Во всех, во всех ипостасях, так сказать, жизненных у меня все хорошо, все нормально. Вот я просто, просто сбрасываю вес. И посмотрим, чего мне удалось добиться. Вот буквально за прошедшие сутки. Проверяем весы. Вот по-прежнему 20 граммов. Вот я стою на весы. Шорты, конечно же, спадают. И, ребята, мы видим 89 килограммов 700 граммов. Вот так вот, 300 грамм. 300 грамм за сутки. Это хорошо. Это просто прекрасно. Значит, я иду точно-точно по графику. Тут 4 нет. Нет. 105. 105 сантиметров. Нет. Ребята, уже съемка закончена, уже закрыли камеру. А жена говорит, да расскажи же, как ты вчера в снегу купался. Да, действительно, вчера выпал очень такой сильный снег, пушистый, толстый. И я дважды выпрыгивал с горячей ванны в холодный снег и снова нырял в горячую ванну. Это красота. Будем жить. Ребята, за 3 дня мой вес уменьшился всего лишь на 400 граммов. Подписывайтесь на мой канал, чтобы иметь возможность смотреть мои новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и задавайте вопросы. Пока-пока. Всем удачи.